Всем привет, друзья! Ну что, это у нас просто новостной будет выпуск о том, что творится сейчас в мире каперов, криптовалюты, мошенников, пирамидчиках и прочих ребят. И сегодня я буду не один, мне помогут эксперты. Это будет капер и... Погоди, тормозит, тормозит. Всем здрасте. Нет, получается, я должен хлопнуть, мол, потому что ты появишься. А, ну, потом сделаешь монтаж. Поехали. Аплодируем, ребят, аплодируем. Потом вы похлопаете. С нами Рафаэль, Слезы Сатоши, Ютуб канал, ну все вы его знаете. И сегодня мы начнем с самого интересного. Не касается крипты. Гермес создал, значит, вот этот Василенко, тот же, кто создал Life is Good пирамиду. У него есть параллельно этому кооперативу, есть другая организация, инвестиционный какой-то фонд, Гермес, в который люди вложили деньги, пообещали проценты, какие-то трейдеры, которых опять нет, как и Феника. И, в общем, люди оттуда вывести деньги не могут, потому что много выводов появилось. О чем это говорит? О том, что это пирамида. Потому что, если бы они действительно вкладывали бы в криптовалюту или, например, в акции, то они бы выдернули бы из акции деньги, отдали бы вам, пусть даже с минусом. Но они ничего отдать не могут, потому что много запросов появилось. Для позиции могут быть, а у кого-то есть сомнения на этот счет? Ну, то есть, они все одинаковые просто. Есть, есть. Но мы сегодня не об этом. Об этом я обсудил в прошлом ролике. Я вам расскажу, что произошло после моего прошлого ролика. В общем, помните ту самую Сельвину, которая показывала бывшую или нынешнюю учительницу, неважно, которая дома у нее отчитывала деньги за столом, взяла у нее 200 тысяч, вложила в этот гермес, и сейчас никто деньги вывезти не может, и она ее разным способом там успокаивала. И вообще ты потом обратно еще их положишь. Потому что я в этом просто уверена, нормально все будет. Я тебя охуенно сделаю. Сейчас 2-3 дня пройдет, и все будут опять прямой, прямой, прямой. Вот сейчас увидишь. В общем, что делает Сельвина? Она пишет заявление в полицию в своем городе в надежде, что что-то получится. Знаете, все хорошо прошло. Встретили, поговорили, в общем, они все записали. В конце талончик дали. Вызывают эту учительницу. Она приходит и, естественно, понимает, что здесь 50 на 50. Либо заведут уголовное дело. Либо не заведут. Либо рискнуть и сказать, не отдам деньги, и буду надеяться, что будет отказная. Но нахера, так надеяться, 200 тысяч рублей? И она решила их отдать. Вне очереди всего Гермеса. Я сейчас вышла из полиции. Принесла 200 тысяч. Я твои деньги не забирала, они у тебя на счету лежат. Переводи их мне и забирай деньги. Но я буду это делать завтра в 9 часов у следователя. Ты такая бессовестная. Это не значит, что я тоже такая бессовестная. Мой заработок будет расти еще как. Я помогаю людям жить лучше. А ты вот такими своими непонятными действиями сама себя загоняешь в какие-то непонятные рамки. Сама себя опозорила на весь YouTube, дурочка. Здесь за девочку за эту скажу, заступлюсь. Потому что здесь, знаете, как один человек добрый, с характером таким, да, тревожным. А она всего боится, стесняется. А другая очень наглая, дерзкая и самоуверенная. Так вот, таких самоуверенных было уже столько. Вспомните эту, которую там, ну, с мужем, Радиком, которая там, она такая фраерица, короче. Вот это плюс-минус то же самое. Вот, от времени все на свои места расставит. Вот таких вот зазнающихся. Потом будет она прятаться и, блядь, от соседей глаза пускать. Андрей, доброе утро. Поехал я навстречу. Вообще, честно, страшно так. Не знаю, что ожидать. Может, она там что-нибудь задумала. Изначально она хотела отдать меньше, да, денег? Да, изначально, как бы, сумму поменьше хотела отдать за мимусом Ажио. Вот, но так как я настояла и сказала, что я заявление оставлю, сумму забирать не буду, дело будет дальше работать, как бы. Вот. Я встала, начала уходить, но сотрудники полиции себя вообще красиво так повели, то, что они сказали, что дальше будем заводить, как бы, уголовное дело. То есть, пойдемте, пройдемте в другой кабинет, видите, типа, девушка не согласна с тем, что вы ей говорите. Вот. На что, как бы, это тоже повлияло большую роль. Как бы, сразу поменял мнение и вернул мне полностью сумму, которую она должна... Сразу нашла, то есть, деньги, да, у нее не хватало, а тут уже сразу все нашла, получается. Да. Она потом испугалась и говорит, ну, у меня на карте есть 40 и 16, тут еще есть. Сразу все отдала и сразу у нее все нашлось. Я, в общем, написала расписку, то, что я претензий не имею. Еще на всю полицию стоит там, кричит, выясняет, берет тем, что она кричит. Я ей говорю, спокойно, говорю, Лисян, ты же не на рынке находишься, давай спокойно, говорю, поговорим. Вот. Начала на жалость давить, то, что эта компания работает, что вот я сейчас на шестом уровне буду, вообще ИП открою, там у меня все схвачено, у меня все хорошо. Я говорю, а как ты деньги, говорю, мои сняла тогда? Она такая, так вот, мы всем отделом собирали. Я говорю, ну, если все работает, почему вы деньги собираете всем отделом, говорю? Вот. Подожди, а что получается? Это история про то, как человек смог вернуть деньги из-за страха того, кто его затащил в эту пирамиду. И я так понимаю, для тех, кто сидит в такой же ситуации, это как бы сигнал, что такое, в принципе, работает. Да, да. Да, мне, конечно, вернули сумму за минусом этого подарка. То есть, ну, в принципе, я этому рада, потому что у меня как бы сумма практически вся вернулась. То есть, короче, она вложила 200 тысяч, по ее совету, в этот фонд? И когда они ходили на разное обучение, им там дарили подарки, вам 100 долларов! Она вычла ей из вложения этот подарок 100 долларов, представляешь, чтобы отдать меньше. Они прекрасно понимают цену этим деньгам. И даже с чужими деньгами, с чужими, которые получили, расставаться им крайне не хочется. Вот, ребят, вам способ. Да, и еще, в общем, она сказала следующее. Но она у меня там требует, либо вы удаляете видео, либо вы говорите о том, что деньги вам передали. Да, Александр, публично я попросила о том, чтобы я сделала такое заявление через ваш канал, да? Вот, Александр, я к тебе никаких претензий не имею. Ты мне сумму в полном размере, объеме, да, отбежу вам. Она понимает, что это может повлечь за этим публичным объявлением? Это может повлечь просто, как толпы людей пойдут писать заявление на рифоводов в полицию? Потому что способ-то отлично деньги собрать. А, ну, в принципе, я думаю, что нет, наверное. Наверное, нет. То есть, нет что, народ не пойдет, или она просто не подумала, наверное? Наверное, не подумала. Ну, хорошо, ну, хорошо. Уважаемая учительница, я не помню, как звали, мы вот сейчас заявляем о том, по вашей же просьбе, что деньги вы передали. А в противном случае шансы присесть были бы очень высокие. Да, поэтому, ребята, если вы хотите без очереди, точно так же, как серийно, забрать деньги, есть правовое поле, как в правовом поле это можно сделать. Когда я пришла с заявлением в полицию, я сказала, что у меня факт того, что я эти деньги передавал, у меня была фотография, да? Вот, наверное, в большей степени она меня тоже очень спасла. Девушка Оксана, которая в прошлом ролике была второй пасчик в Life is Good, не получила квартиру и показала, что там был такой рифовод. Виталий Степнов, короче, про который он показал в прошлом ролике, бывший МММщик. Потом он был в Афрендексе, потом он был в 100 какой-то еще фигне, потом в Лиге Лайф Чемпионов там что-то деньги заносишь, или где-то еще поднимают. В общем, он записал мне видео, которое здесь показывать не буду, я опубликую в нашем телеграм-канале Финника пострадавший. Ссылку оставлю в описании. Вы посмотрите, как он меня пугает, как он пытается говорить о том, что ты меня оклеветал, я человек слова, он раз пять повторил, что он человек слова. Это классическая ошибка человека, который до конца не понимает, чем это потом закончится. Я тебя засажу, короче, он там орет вообще жестко, оскорбляет причем. Ну, здравствуй, Андрюшка, я Виталий Степнов, я кого-то засветил в своем выселе, в своем видеоблоге. Смотри, ты так попал просто крупно, ты просто крупно вляпался. Значит, смотри. Блин, я просто смотрю на это чудо. Как я говорю, так оно и происходит. Ты подставился очень крупно, когда... Как я говорю, так оно и происходит. Деньги у девчонки взял и не отдает. Не проверив информацию, решил похайпажорить, прохайпиться, да? Хайпиться на звездах? Ты-то кто? Это ты хайпишься здесь. То есть, если убрать из твоего творчества, в кавычках, о компании Life is Good, о Романе Василенко и прочих видео каких-то там, и телеведущих, то получается видео обо мне. Но так как тебе надо на это прохайпиться... Это кто такой, блядь? Что у девчонки из Life is Good, которая хотела купить квартиру... То есть, не основатель Life is Good. Это рифовод Life is Good, рифовод МММ, рифовод, короче, других разных структуров. Братишка, у тебя сейчас минута славы. Держись крепче за стул. Просмотрят, гребаные, да? Сейчас, на данный момент, практически 150 тысяч просмотров. Ты решил, как бы, этот... О, это же Life is Good, тут слово сказано, да? Какая-то бабса тебе что-то там по ушам просто проехало. И ты в это поверил. Ну, дурак, окей. Подожди, значит, смотри. Ты, короче, порядочный, да? И ты понимаешь, что он получает информацию и где-то заблуждается в своих суждениях? Ты за свою репутацию переживаешь? Так возьми, свяжись. Он ей не звонит, потому что расписки его. И он должен, бабок. Просто его бомбануло вечерком перед просмотром Ютуба. Жена там появилась у него, которая раньше не была. Ему стыдно перед друзьями. Ну, так отдай бабки. Сейчас ему будет не стыдно. Твои проблемы. Я покажу, как надо делать. Начнем с тебя. Значит, смотри, какая ситуация. Ты не проявил информацию. Ты просто решил прохайпиться на... Чтобы не повторяться, а об одном и том же. Вот я говорю, я человек слова. Так, вот ты не задумывался, почему я основал Лиган Вестгрупп и никаких последствий обманутых не было? У тебя наверняка один или два клиента было. И кому из них писать на тебя заявление? Сто рублей украли. Конечно. Конечно, я все проанализирую. Я этим занимаюсь с 14-го года. Склачется какая-то там и ничего как бы не произошло. Ты не задумывался? Ты не задумывался? Почему это не произошло? Тебе же надо было задумываться, а не мне. Окей, это не проблема. Я запишу тебе ответочку. Ну ладно, так, смотри. Смотри. Вот это ответка или еще будет? Это ролик скрытый по ссылке лично для меня был. Я его в телеграм-канал размещу, посмотрю. Ждем ответку, правильно? Вот она. А, это и есть ответка. Может быть, что-то... Я не знаю, мне похера. Но будет интересно. Человек-слово, как я говорю, так и похоже. Помоги мне с выбором. Смотри. Помоги мне с выбором. Смотри. Отдать мне ей деньги в долг, да? Прочее, как порядочный пацан должен сказать. Либо мне... Ну, что мне сделать? Либо промолчать и схавать это все и пойти дальше. Сейчас ребята в комментариях напишут, какой из вариантов... Да, напишите ему, что надо. Оклеветал, это уголовное, кстати, преступление. Не, ну, что это было? Не подтверждены у тебя слова, просто как какой-то, блин, некой девице. Либо... Ты сегодня их уже подтвердил, написав ей, что твои расписки показали. Ну, мне не надо что подтверждать. Окей. Но, когда эти в суде, а я выиграю, и как сучка-то сам выть, просто тебе... Как сучка я выиграю. Тогда ты узнаешь, что такое видеоблог, и как надо профилактировать. Пирожки не надо с собой взять. Побольше. Размещать без разрешения владельца. Лучше сухарей. Я докажу о том, что она врет, о том, что, как бы, этот... Ну, ты не знаешь, что тебе будут у себя работать. Так вот, если ты докажешь, что она врет, так это значит, что она понесет ответственность, так как она дала интервью журналисту. Мне-то что говорить? Я взял интервью у человека. Любой человек может придумать все, что угодно. Ну, зачем ты в этот же день подтверждаешь, что расписки твои, если она врет? Ты опросовывал отец, которому заранее сразу проверить все. Мне кажется, он банку пива шлепнул, короче, и этот Суперменом себя почувствовал. Супермен, бабки, верни девушке. Супермен. Ребят, кто знает его в Питере, вот этого человека, и кому он торчит денег, напишите мне в директ в Инстаграм. Скиньте все доказательства пруфа, давайте вместе объединимся, заберем с ним бабки. Ну, по-любому, что там есть недвижимость, что-то еще. Бля, что за время? В правом поле будем лежать. Мужик берет деньги у девушки в долг, блядь, не отдает в срок и еще вообще отдавать не хочет. Честно, блядь, не укладывается. Но, это результат воспитания. Вот за это об этом стоит думать родителям, когда они воспитывают своих детей. Я бы сквозь землю провалился, если бы вот такой сынули, блядь, взял у девочки деньги и не отдал. И, в общем, он написал еще и ей, он у нее под расписку, помимо Life is Good, просто еще денег набрал под проценты и ничего не отдал. У нее срок подачи заявления в полицию по расписке кончился. Три года прошли. Ну да, сколько это прошли. Но фишка в том, что если у вас по расписке брали деньги не на ту вещь, которую вам говорили, не на те, короче, моменты, вот эти все, то эта 159-я статья, она не имеет срока годности. Вы можете прийти, и тем более он недавно в переписке подтвердил, что он на эти деньги должен. То есть, соответственно, срока годности может по-разному быть, понимаете, в этом плане. А порядочность, она определяется только сроком годности расписок или все-таки суммы, которые ты должен? Суммы, наверное, тоже. Там порядка полумиллиона рублей, это слишком большая сумма. Я про людское в целом говорю. Не знаю, какое-то может быть людское. Короче, он мне угрожает, ей угрожает. И типа мы его оклеветали. Ребята, смотрите, здесь некоторые люди не понимают, что такое оклеветали. Они считают, что когда ты сказал публично правду, это называется оклеветал. Но это не так, оклеветал, если бы мы вам сказали, что эта расписка не его. И мы бы там вот эту вот наклейку ему вам, ему бы приклеили, так да-да, базара нет, мы его оклеветали. Но здесь клеветы никакой не было. И вот его бомбит, короче, пукан горит. Он на меня решил написать. Нет, записка-то, эта расписка реально его. Мне-то смысл врать. Я тоже как бы знаю, что это такое. И смысла у меня врать нету. Тем более, что у меня сохранена вся переписка, которая с ним была. Ребят, если кому-то Виталий Степнов должен денег по расписке, пишите мне в директ в инстаграме. Вот здесь, по-третьему. Да, пишите мне в директ в инстаграме. И общими усилиями, ну, наверное, с этого человека надо забирать, раз он не понимает, еще лезет, как говорит, забирать бабки обратно. И вот, что он написал, это Оксане. Здравствуйте, дорогая. Я видел классное видео. Так вот, жду от тебя голосовое или видео с извинениями за клевету и порочащие меня высказывания с твоей стороны. В противном случае я буду защищать себя в суде. Посмотрим, кто кому 500 тысяч будет выплачивать за моральный ущерб. Как его зовут? Виталий Степнов. Виталий, Виталий. Значит, канал Железная Ставка. Несколько видео ранее. Там Радик был. Много разных было личностей. Тоси, Боси, короче. Ну, там конкретно блатная волна. Ты пиши, пиши. Да. А потом извинения, короче, да. И это не я. И, в общем, все в этом духе. Рекомендую посмотреть. Хотя бы уже поздно. Виталий просто впервые с этим столкнулся. А еще и Питер. Ты недалеко от Калуги. По-любому же когда-нибудь увидимся. Поговорим. Может быть, действительно будем тебе денег должны отдадим. Готов мешок, Виталик. Для денег, естественно. Ты там ничего не подумай. Никто ничего не угрожает. Для денег мешок готов. Черный. Чтоб не промокли бумажки. Прикиньте, пока я сейчас сделал монтаж этого видео, мне написал человек, который вложил 2,5 миллиона в тот же Гермес от проекта Life is Good. И не может вернуть деньги. Все, кормят завтраками его два рифовода, муж с женой. И он хочет таким же образом, как Селина, попробовать вырвать оттуда свои бабки. Он понимает, что все, уже произошел скам. Никто денег не вернет. Если, конечно, количество рифоводов не перевалит количество тех, кто хочет вывезти. Поэтому бить точечно по рифоводу, может быть, тема хорошая. Но дело в том, что 2,0 вернут ли они? Тут уже можно попробовать и попытаться в удачу. Вдруг не присядешь. Сейчас посмотрим его небольшое интервью. Приветствую. Меня зовут Наиль. Город Куртикарск. Наиль, ну что, вложился в Life is Good, да? Да, вложился в Life is Good, короче. Ну, по приглашению знакомых, ну, это у друга, у друга моего там, получается, сестра. У сестры муж, получается, они открыли офис в нашем городе, вот, и пригласили меня в эту компанию. Как их зовут? Зовут Ильяс и Гульнара. А фамилии не помнишь? Фамилии, вот, честно говоря, фамилии их не знаю. Ну, а есть они в Инстаграме где-нибудь, в соцсетях? В Инстаграме есть, есть. Ну, скинешь тогда, скинешь. Так, слушай, ну, как они тебя вообще заманили, как они действовали? Ну, короче, они меня пару раз приглашали, я, короче, сначала в эту бурду не верил, а потом скидывали мне ролики на WhatsApp о том, что такие известные личности, как Соловьев, там, Познер, о том, что там лидер совещания, там, что высказывался Лидер справедливой России в поддержке этой компании, о том, что даже материнский сертификат они, оказывается, обналичивают через эту компанию. Материнский капитал, да, ты имеешь в виду? Да, да, тем более я знаю, что насколько этот контроль ужесточен, да, в сфере материнского капитала. А тут просто даже, как так думаешь, на уровне, там они объясняют, что на уровне правительства это все поддерживается, вот в центральном телевидении такие известные личности, ну, сам, да, знаешь, что там Соловьев, там, Познер, тем более я поверил в эту компанию, как обычно, рядовой гражданин, поверил, вложился туда 2 миллиона 300 рублей. Алло? Ильяс, я вот не могу понять, а вот, а где-то тут этот в личном кабинете в моем, допустим, посмотреть конкретно какой у меня баланс в данный момент, вот, допустим, я тут вижу, написано мой баланс, допустим, 39,120, потом вижу на другом счету, там мой баланс, допустим, там 20, вроде бы, 5, я вот, допустим, я просто хочу понять, а как, допустим, видеть, чтобы вот конечную сумму, вот у меня сколько сейчас на данный момент, ну, просто евро лежит. Верхняя строчка минус займ, твоя сумма. Ну, ладно, сейчас я тебе фотографию скинусь. Все, давай, хорошо, жду. 2 миллиона 300 тысяч, да. В момент, откуда у тебя такие деньги? Это, конечно, тупой вопрос, но все-таки ребятам хочется знать, где ты работаешь, ну, вообще, в какой сфере. Ну, это кредитные средства я использовал, да. А, ты в кредит взял, да? Понял, понял. Какая-то часть своих, как какие-то часть кредитных. Я понял, понял. Я везде говорю, не бывали хороших кредитов, бывают только плохие, потому что это каббала, когда вы берете в кредит, вы крадете деньги у своего будущего, а вы понимаете, вы чем руководствуешь, когда вы взяли то, что у вас нет в кредит и отнесли в инвестиции, чтобы заработать? Что у вас работало? Не дали жадность, о которой мы сейчас говорим? Может, тому, кто вообще рекомендует эти карусельки? Ребят, вы че вообще? Ну, вы что вообще, с луны, что ли, упали? Ну, нельзя так делать. Люди, которые такие дают рекомендации, они дискредитируют вообще весь финансовый сектор. Нельзя так делать. В апреле этого года я вложился туда и потом уже по телевидению центральному увидел, что эта компания внесена в черный список с признаками финансовой пирамиды. Соответственно, я начал волноваться и беспокоиться. Лицензирование того или иного вида деятельности это государственная штука и больше ни о чем эта лицензия не говорит. Может ли водительское удостоверение гарантировать, что вы всегда будете водить автомобиль в соответствии с правилами дорожного движения? Конечно же, нет. А, ну отлично. Тогда давайте теперь без прав ездить по улицам. Я думаю, инцидентов точно не будет, раз лицензия ни на что не влияет. Сколько ты уже обратно смог из своих денег вытащить процентами вот этими обещанными? Где-то в месяц выходило вот в среднем 1000 евро, да. Это вот с апреля месяца, да, по ноябрь месяц. Вот посчитать. Да, 6 месяцев получается, эта компания выплачивала. А я говорю, а вот если, допустим, я захочу, допустим, через месяц или через два просто вернуть, забрать свои деньги. Они говорят, да без проблем, ты сможешь забрать свои деньги. Алло, Ильяс, я что-то по ИПРО пытаюсь зарегистрироваться, но я все вел правильно. Единственное, вел тоже номер телефона. А почему-то смс-ка не приходит. Ну, я не знаю, я по-моему не регистрировался. Не регистрировался? Я, ну, что-то смс на номер подтверждения пока не пришло. Ладно, подождите. Ну, бывает у них такое, тем более у иностранных компаний есть, и смс-ка долго приходит. Ага, ладно, хорошо, подождем. Есть у меня аудиозаписи, где они обещают, там, я записал. Записал. Перестраховался. Ясно, ну, это хорошо. Обещают не вернуть. Это хорошо. И вот сейчас оттягивается ситуация, и оттягивается по сегодняшний день. Каждый день обещания, в общем. То есть, всякие ситуации бывают, у меня тоже бывает финансовая задница. Давайте я вопросы вам задам. А что, Сбербанк уже все? Вот сейчас Сбербанк предлагает там очень низкий уровень доходности по вкладам и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Что, Сбербанк все? Все кончился? Да что ты, черт побери, такое несешь? Я несу нахуй бревно, блядь. Тем более, это, получается, да, сестра у лучшего моего друга. Ну, если, если, если она не одумается все-таки, если мне придет определенное решение, определенным выводам все-таки, то, соответственно, мне придет. Я им уже, я их уже предупредил, вот до того, как связаться с тобой. О чем? Я предупредил, что о том, что я буду писать заявление, на что они им начали говорить, зачем тебе писать, ты потом ничего вообще не докажешь и ничего не получишь. Ну, понятно. Но они не знали, что я их предварительно до этого записал. Как можно кредитные деньги инвестировать? Вы что, не читали даже Роберта Киосаки? В общем, если вы захотите вернуть свои деньги из пирамиды, которая уже рухнула, попробуйте, вот по моей рекомендации, взаимодействовать именно с тем рифоводом, который заманивал вас в эту пирамидку путем обмана и злоупотребления доверием. Нужны некие доказательства. Например, то, что он обещал вам, что вы заберете свои деньги обратно. Если это было, значит, это уже злоупотребление доверием. Точечно бить по тому самому рифоводу – это лучший способ. Вы сегодня увидели это на примере. А бить по самому главному в этой пирамиде – ну да, возможно, на него заведут дело, как на Доронина. Но забрать свои бабки, с учетом огромного количества пострадавших, вряд ли получится. Бейте полоховодом. Андрей, ты на самом деле один из самых первых людей, к кому я обратилась со своей проблемой. Дал четкое понимание, что мне нужно делать в этой ситуации. И это привело к очень хорошему результату. То есть я получила свои деньги обратно. Хочу сказать тебе спасибо. Пусть и на твоем пути встречаются такие же добрые люди, как и ты. Подводя итоги, подведя, подведя под видео итоги. Ставьте лайк, распространяйте это видео максимально. Рафаэль уезжает далеко в Азию отдыхать на всю зиму. Я приеду к нему в гости. Если хотите, мы снимем видео для вас, для новичков. Обычным, простым языком, понятным для вас. Что сейчас в криптовалюте самое актуальное? Как стоит вести себя там своими финансами? И стоит ли вообще туда лезть? Если вам это интересно, пишите в комментариях. Это отдельный ролик здесь будет. Всем пока. А, кстати, максимально видео распространяем, чтобы в Питере паукан взорвался так, как я делаю. У него не только паукан взорвется. Давайте, удача подсчастливая. То, что делаете вы, вы возвращаете народу. Удивительное его право на семейное гнездо, на счастливую жизнь.